Близится к завершению 2022 год, а значит время подводить итоги. В районе возобновились традиционные сходы граждан. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией данные мероприятия не проводились последние два года. Одним из первых собрание граждан прошло в Кашхабльском сельском поселении. На встречу с жителями пришли глава района Заурха Мирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, прокурор района Алексей Зобнин, заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Руслан Хуажев. В мероприятии приняли участие заместители главы района, депутаты, руководители управлений и ведомств района, сотрудники администрации поселения. Следует отметить, что благодаря такой форме взаимодействия народа с властями население имеет реальную возможность высказаться по поводу насущных проблем и быть услышанными. По традиции, мероприятие началось с отчетного доклада главы поселения. О том, что было сделано в поселении за прошедший период, собравшимся рассказал Мурат Курашинов. До присутствующих были доведены сведения о планируемых социально значимых мероприятиях на территории муниципального образования. В своем докладе глава поселения коснулся проблемных вопросов во всех сферах жизни аула, а также рассказал обо всех запланированных мероприятиях по благоустройству населенного пункта. Приоритетным направлением в деятельность администрации сельского поселения является исполнение полномочий, которые определены статьей 14 Федерального закона номер 131 об общих принципах организации местного самоправления в Российской Федерации и законом Республики Адыгея от 18-12-2014 года за номером 359 о закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения и уставом Кашхабльского сельского поселения. Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2022 года. План составляет на 2022 год 24 126 900 рублей. По факту исполнено 19 миллионов 112 тысяч. Исполнение за 9 месяцев составило 79%. Далее хотелось бы перейти к отчету о проделанной работе за 9 месяцев 2022 года. На содержание и ремонт дорог местного значения израсходовано 1 миллион 863 тысячи рублей, в том числе освещения. За 9 месяцев 2022 года оплата за электроэнергию освещения территории сельского поселения составило 988 тысяч 600 рублей. Подготовлена проектно-сметная документация на сумму 380 тысяч рублей по строительству уличного освещения по улицам Октябрьская, Прямая, Курганная, Раваулика, Шхабль. Приоритетом оно является, потому что это маршрут движения школьного автобуса. Стоимость самих работ составит 23 миллиона 260 тысяч рублей. Планируется вхождение в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024 год. Также в рамках программы освещения региональных дорог в конце октября 2022 года закончено строительство освещения по улице Восточной, выезд в сторону Аула Бричепсин. Ремонт дорог местного значения в том числе. Произведен ремонт и исправление профиля гравийных дорог улиц Октябрьская, Тутуково, Шовгеново, Уляново, Чапаево, Айзмана, Северная, Полевая, Привокзальная, Коммунистическая, Южная, Гагарина, Дзигаштово и Железнодорожная на сумму 494 тысячи 700 рублей. В ноябре месяце запланирован ремонт асфальтного покрытия улицы Прямой и улицы Кокова. Материальная помощь главы в соответствии с решением Совета народных депутатов о показании единовременной адресной социальной помощи отдельным категориям граждан администрации за 9 месяцев 2022 года оказала единовременную помощь 37 гражданам на сумму 550 тысяч рублей. С 2018 года в соответствии с решением Совета народных депутатов юбиляром до достижения возраста 80 лет и более оказывается материальное поощрение к юбилею. За 9 месяцев текущего года 56 юбиляров сербского поселения получили поощрение на сумму 121 тысячи рублей. В рамках программы социальная поддержка граждан приобретены подарочные наборы 49 семей, у которых новорожденные дети на сумму 95 тысяч рублей. В сфере культуры проведены следующие мероприятия. 21 апреля, ко дню местного самоуправления, был проведен конкурс сочинений на тему «Если бы я был главой муниципального образования Кашкабльское сельское поселение для учащихся старших классов СОЖ номер 1, СОЖ номер 2», а также конкурс рисунков в «Мой любимый ОУЛ» среди воспитанников детского сада. С победителем, призером были вручены цены и подарки. Здесь бы я хотел обратить внимание на то, что вот в эти дни мы были и в школах, и в детском саду, общение получилось приятным, позитивным, но есть один маленький нюанс. У нас в Адыгее два государственных языка, это русский и адыгейский. К сожалению, вот есть большая проблема с родной речью. Это касается не только присутствующих здесь, но и меня лично, как бы, проблема актуальная. Я бы хотел, чтобы каждый из нас обратил бы на это внимание у себя дома. 27 июня отмечался День молодежи, в рамках которого в Ауле были проведены спортивные соревнования по перетягиванию канатов, шахматам, тартсам. Победителям, призерам были вручены грамоты и денежные средства. Участников было, конечно, не так много, как хотелось, но на следующий год, я думаю, мы организуем и заранее уже соберем команды. Отрадно отметить, что на региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» приняла участие семья Киржиновых, Давлеты и Альбины из нашего аула, которые вошли в список победителей в номинации «Молодая семья». Хочу отдельно поблагодарить неравнодушных жителей аула Кашхабль, которые за собственные средства организовали праздник для детей, приурочены к празднованию кукуруза Байрам, на котором были бесплатные угощения, а также развлекательные мероприятия. Также хочу выразить меценату нашего района благодарность депутату Госсовета Хаса Республики Адыгея нашему земляку Зурабу Зехову, который сегодня в зале, который на праздник Курбан-Байрам приобрел для жителей КРС, а работники поселения разделали и раздали мясо жителям аула. В сфере физической культуры и спорта проведены следующие спортивные мероприятия. Турнир по мини-футболу Куба главы местного муниципального образования Кашхабльское сельское поселение, в котором приняли участие 7 команд, в том числе команды из других районов Республики Адыгея, а также команды Курганинского района Краснодарского края. Победителю и призерам соревнований были вручены денежные призы и подарки. Отрадно отметить, что победу праздновала команда из зала Кашхабль. Кашхабль. Ежегодный турнир имени Кушкова Скорбея Давлетова-Чабабилярда, который традиционно собирает многих любителей этого вида спорта. Также в декабре месяце планируется проведение турнира имени главы сельского поселения по дзюдо среди школьников в комплексе самбо и дзюдо аула Кашхабль и шахматные турниры имени нашего земляка Рашида Балокова. Главы Республики Адыгея и главы Кашхабльского района принимаем участие в программах, реализуемых Российской Федерацией Республикой Адыгея. В 2022 году согласно государственной программе Адыгеи формированность современной городской среды на 18-20-е годы на территории Кашхабльского сельского поселения проведены работы в Центральном парке, где уложена тротуарная плитка на площади 562 квадратных метра на сумму 713 460 рублей. По программе «Инициативное бюджетирование Министерства финансов Республики Адыгея» построен тротуар по улице Степной в ауле Кашхабль на сумму 1 297 993 рубля. Из них 1 миллион бюджет Республики Адыгея, Министерства финансов, 197 993 рубля, бюджет Кашхабльского сельского поселения 100 тысяч рублей, денежный вклад жителей аула Аула Кашхабль, которым отдельно хочется выразить благодарность за участие в софинансировании данной программы. Их имена были опубликованы у нас в телеграм-канале. Довожу до вас, что администрация поселения при поддержке районной администрации принято решение об участии в вышеуказанной программе на 2023 год с целью строительства тротуара уже по улице Спортивной. Для безопасности жителей, особенно детей, которые впредь будут ходить не по проезжей части, а по специализированному тротуару. Данный вопрос будет вынесен на голосование. Надеемся на вашу поддержку. Благоустройство аула. Все мы прекрасно видим изменение облика центральной части аула после завершения строительства центральной районной мечети. Все мы знаем, что данную мечеть за собственные средства построил Хисоков Анзор Фауфуатович, которым урешением Советом Народных Депутатов Кашкабльского сельского поселения призвони на звание почетный житель аула Кашкабль. В день открытия мечети жители аула и работники поселения приняли самое активное участие в организации праздника. Имамом мечети стал Азамат Хуштов, который тоже сегодня в зале. Он, кстати, является первым заместителем Муфте Республики Адигей Краснодарского края, а также входит в исполком членов Координационного Совета мусульман Северокавказа. Хочу отметить, что жители сельского поселения, в частности, и сотрудники администрации приняли участие в экологическом проекте Духовного управления мусульман Республики Адигей Краснодарского края «Посади свое дерево». В рамках данного проекта на территории поселения было высажено около ста корней плодовых деревьев. Это территория детского сада, двух общеобразовательных школ и многоквартирных домов. Все мы прекрасно с вами видели, в каком состоянии последние годы находился памятник Адигашу, визитная карточка не только Кашкабльского района, но и всей республики. На сегодняшний день идет реставрация. В планах работ, кроме самой реставрации памятника, также озеленение, установка современной системы полива, а также освещение. Данные работы проводятся на средства неравнодушных жителей нашего района, имена которых после окончания работ будут опубликованы в СМИ. Водоснабжение. В 2020 году завершено строительство водоснабжения в ауле Кашкабль. По государственной программе «Чистая вода». Построено два водозаборных узла и 42,5 километра водопроводных сетей на общую сумму 75 миллионов 65 тысяч 900 рублей. Активно ведется работа по подключению к новой системе водоснабжения. По возникающим вопросам технологического присоединения вы можете обратиться в администрацию сельского поселения, либо в ООК «Шкабль Аква» как управляющая компания. Санитарная очистка. На сегодняшний день на территории Республики Атеге действует новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. И в связи с этим территорию поселения обслуживает региональный оператор ООК «Центр». Между операторами, физическими лицами, организациями заключены договора и твердые коммунальные отходы вывозятся полностью. Несмотря на это, регулярно в разных местах появляются стихийные свалки, расчисткой которых вынуждены заниматься работники администрации, а также неравнодушные жители нашего аула. Мы надеемся на сознательное отношение жителей поселения к вопросам санитарного состояния прилегающих территорий и территорий нашего аула. В текущем году администрации поселения и жителями районного центра было организовано и проведено 6 субботников по санитарной очистке территорий. Силами работников в бюджетной сфере было проведено 9 чистых четвергов. Ликвидировано 5 несанкционированных свалок, твердых коммунальных отходов и строительного мусора. Администрации поселения установят фото и видео ловушки для выявления нарушителей в сфере экологии. В дальнейшем их количество будет увеличено. При выявлении таких нарушителей данные фото и видео фиксации будут выставлены уже в соцсетях. Никого не пожалеем, потому что проблема серьезная. В конце хотелось бы озвучить проблемные вопросы, которые имеют место быть сегодня на территории сельского поселения. Скопление дождевых вод в центральной части аула. По этому вопросу запланировано строительство дренажных колодцев, а также ремонт старых. Работы должны начаться уже в этом месяце. Стоимость проекта составит около 500 тысяч рублей. Проблема бродячих собак на территории аула. Так, в 2022 году на территории поселения были проведены мероприятия по отлову и стерилизации бродячих собак в количестве 9 голов. Общая стоимостью 193,5 тысячи рублей. Я понимаю, что проблема, серьезная проблема существует, но, к сожалению, на сегодняшний день мы должны и обязаны действовать в рамках существующего законодательства. Состояние дороги улицы Совмена. Видим эту проблему. Постараемся сделать в ближайшее время тоже ямочный ремонт. Планируется строительство кванториума за счет Южгаза Энерджи. Между главой районной и руководством Южгаза Энерджи достигнуто соглашение, что на старой базе сельского поселения, на пересечении улицы Совмена и Советской, будет построен кванториум. Уже после окончания этого кванториума он будет являться соцобъектом, и мы сможем войти в социальную программу для того, чтобы полностью отремонтировать улицу Совмена. Туда будет входить и освещение, и сама дорога. Остался нерешенным вопрос с подъезда к кладбищу, где необходимо асфальтирование оставшегося участка дороги по улице Тимботия-Кирашева протяженностью 400 метров. Содержание в чистоте территории кладбища. Часто наблюдается такая картина, все мы ухаживаем за могилами, ходим, ставим памятники, но почему-то за собой не вывозим мусор, просто складируем его на территории кладбища. Проблема безопасности дорожного движения. В этом году, по сравнению с прошлым годом, количество лишенных права управления транспортным средством увеличилось на 9 человек. Так, если в прошлом году было 12 нарушений, то в 2022 году их стало 21. Нарушители регулярно приглашаются на свидание комиссии, но, к сожалению, посещают эти комиссии единицы. На очередной комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение об установке камер видеонаблюдения в центральной части аула Кашхабы. Уважаемые жители нашего аула, на мой взгляд, решающим является не только отчет главы поселения о проделанной работе, но и также активное участие в присутствующих обсуждении проблем местного значения. Поэтому я убедительно прошу рассказать о наболевших проблемах, внести свои конкретные предложения по их решению на территории нашего поселения. Необходимо ясно осознать, что благополучие и общественный порядок начинаются с каждого из нас. Я надеюсь, что в решении задач местного сопровождения вы примете самое заинтересованное, активное участие. Как глава поселения я уважаю каждого жителя нашего аула, несомненно. И являясь патриотом своего родного аула, я безумно люблю Кашхабы. И я готов работать день и ночь на благо аула. Но один я сам ничего не смогу сделать, я нуждаюсь в поддержке жителей, граждан. Далее с докладом о криминогенной обстановке на территории района доложил участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России Кашхабыский Аслан Цикушев. С января месяца 2022 года обслуживаю муниципальное образование Кашхабыское сельское поселение. С начала 2022 года обслуживаемый участок и оперативная обстановка остается стабильной. Всего на территории Кашхабыского сельского поселения совершено 43 преступления, из которых в данное время нераскрытыми остаются два преступления. Мероприятия, направленные на раскрытие данных преступлений и привлечение к ответственности лиц его совершивших, проводятся до настоящего времени. Подавляющее количество совершенных преступлений на обслуживаемой территории относится к категориям имущественным. С учетом складывающейся оперативной обстановки и ее стабилизации на постоянной основе проводятся профагические мероприятия с подучетным контингентом, который на обслуживаемом участке проживает ранее судимых 22 человека, условно осужденных 26, элит, страдающих наркотической зависимостью 3 человека, элит, страдающих психоневрологическим заваливанием 5 человек, а также состоит на учете у ПТН МОВД России Кашхабрске 5 несовершеннолетних. В целях выявления и раскрытия преступлений на обслуживаемом административном участке проводились следующие мероприятия. Операция «Быт-алкоголь», в ходе которой проводились профагические мероприятия, направленные на предотвращение правонарушений и социально-бытовой сфере. Проверялись лица, состоящие на профагическом учете, лица, которые ранее судимы, осуждены к наказанию и связаны с лишением свободы, с которыми постоянно ведется профагическая работа. В ходе проведенной операции «Быт-алкоголь» был зарегистрирован один факт реализации безакцизной алкогольной продукции. За отчетный период на территории Кашхабрского сельского поселения выявлено 396 административных правонарушений, в том числе участковым и полномоченным полициям выявлено на территории АОК Кашхабр 101 административных протоколов, патрульно-постовой службой 264 административных протокола, инспекторами ПДН 14 протоколов. За отчетный период было зарегистрировано и рассмотрено 158 обращений граждан, которые были зарегистрированы в книгу учета сообщений о преступлениях, которые были рассмотрены в установленные сроки и по каждому из них было принято процессуальное решение. Также на территории сельского поселения проводились мероприятия по охране общественного порядка при проведении различных массовых мероприятий, посвященных, например, празднованию 9 мая, последние звонки в школах и так далее. За время проведения этих мероприятий нарушение общественного порядка не допущено. На постоянной основе проводится разъяснительная работа по информированию характера с гражданами, то есть развешиваются листы с информацией о том, как вести себя в случае совершения мошеннических действий, о том, что необходимо делать при обнаружении подозрительных предметов о мерах по организации добровольной сдачи незаконного хранящегося огнестрельного оружия. С учетом складывающейся оперативной обстановки в соседних регионах, хотелось бы обратиться к вам с просьбой сообщать информацию о лицах новых прибывших на территории Кашхабальского сельского поселения для проживания, особенно иностранных граждан и лицах без гражданства, лиц, прибывающих в горячих точках, а также о лицах, осуществляющих незаконную реализацию спиртосодержащей жидкости, о фактах незаконного выращивания наркотических растений конопля и мака. Также прошу вас дать информацию о лицах, которые занимаются незаконным оборотом огнестрельного оружия. Прием граждан по личным вопросам мною осуществляется три раза в неделю. Во вторник с 17.00 до 19.00, в пятницу с 18.00 до 20.00, в субботу с 16.00 до 19.00 в здании администрации МО Кашхабальское сельское поселение. По адресу Ау Кашхабаль, улица Дружба народа, 56 в кабинете участкового. Затем присутствующие приступили к обсуждению представленных докладов. Деятельность администрации сельского поселения была признана удовлетворительной. Очень четко прозвучала ту работу, которую провела муниципальное образование. Конечно, за этот период многое сделано в ауле Кашхабаль. Оно проявляется очень сильно и в положительную сторону. Но есть много вопросов, о которых нам, жителям аула, нужно самим проявлять очень такую принципиальную позицию. И своими действиями поддерживать старания работников сельской администрации. Ежедневно всех работников администрации вижу. Люди старательные. Они знают, чем заниматься и что делают. И я вот еще раз повторяюсь и обращаемся к жителям аула. Сейчас вот пора, вот самая нагрузка, листопад пошел. Если объявляется и субботник, пожалуйста, подключайтесь. И от того, что мы час-два потрудимся, мы вольными не станем. Наоборот, это будет наше общественное сознание и проявление ответственности за свой аул. Мурат, вы молодой человек, только недавно начали. Но у вас есть разумный подход ко всем делам. Мы вас видим, ощущаем. Вы стараетесь. Успехов вам. И чтобы следующий отчет прозвучал в более такой насыщенной форме, чтобы ваши дела еще звучали еще больше. Итоги встречи подвел глава района Заур Хамирзов, который в первую очередь положительно оценил содержание доклада Мурата Курашинова. В своей речи руководитель районной администрации коснулся разных задач и дел, которые уже удалось притворить в жизнь. Или еще только предстоит. Последние два ковидных года внесли корректировки в работу. И в частности, и районной администрации, и сельской. И последние два года мы не проводили массовые сходы граждан по известным ограничениям. Поэтому мы именно сегодня начали с районного центра, с Кашхабля, сходы граждан, которые состоятся во всех сельских поселениях. Вы все прекрасно знаете, какое очень серьезное внимание именно сходам граждан я всегда уделял и буду уделять. Потому что именно на сходах можно зачастую услышать вещи, о которых мы иногда не догадываемся. Вещи, которых волнует население сельского поселения. Я хотел бы остановиться на нескольких вещах, которые я считаю очень важные. Очень масштабная программа – это строительство так называемого кванториума. Что такое кванториум? Это центр дополнительного образования детей. Отдел, например, конструирования, углубленное изучение физики, математики, химии. Вот такой кванториум по республике Эдгея есть только в Майкопе. С нами достигнуто соглашение с компанией «Южгазенеджи», вы ее прекрасно знаете, о том, что они будут финансировать данный проект. Вот здесь присутствует депутат госсовета Зураб Зехов. Именно он приобрел бывшее колхозное здание и бесплатно подарил ее администрации района. Сейчас, на данный момент, хотел бы сказать, что сделано. Итак, подготовлена проектно-сметная документация. Достигнута договоренность, что в этом году буквально начнется уже капитальный ремонт здания. И уже после этого будет рассмотрен вопрос о дальнейшем продолжении и завершении капитального ремонта до конца следующего года. А потом уже в следующем году, на 2023-2024 год, приобретение оборудования. Я надеюсь, что этот проект будет реализован. К тому же, реализация этого проекта позволит в этой части АОО, вот в своем докладе Мурат Мухарьбеевич озвучил это, принять участие в подпрограмме по комплексному развитию села, именно по дорогам. Это капитальное строительство, не ремонт, капитальное строительство новой дороги с тротуарами, с освещением. Вы все слышали статистику браков и разводов. Она удручающая, к сожалению, она удручающая не только по АОО Кашхабль, но и в целом по району и по республике. Здесь для того, чтобы как-то повлиять, еще с прошлого года мы приняли специальную программу о поощрении. Вот когда рождается ребенок в Кашхабльском районе, обязательно сотрудники администрации после выписки едут в дом с ценным подарком. Понятно, что это не играет решающую роль, но хоть что-то. Продолжая данную тему, у нас очень серьезные проблемы кадрового вопроса. Это касается центральной районной больницы, это касается школ. Я продолжаю тему демографии. Было принято решение о том, что мы приняли специальную программу по предоставлению социального жилья работникам социальной сферы. Это туда входят работники здравоохранения, работники образования, ну и социальные службы. И вот буквально недавно мы приобрели новое жилье, двухкомнатную квартиру для приглашенного работника центральной районной больницы, для реаниматолога. В следующий понедельник мы ей вручим ключи от новой квартиры. И мы эту программу будем продолжать для того, чтобы привлекать людей со стороны. Есть специальная тоже программа по комплексному развитию села, по строительству и приобретению жилья для специалистов села. Мы сейчас в стадии подготовки документов. Кстати, я хотел бы подчеркнуть, что мы единственные районы, кто это делает. У нас есть два готовых проекта. Один шестиквартирный, другой восьмиквартирный коттеджные дома. Мы обратились и в управление образования, для того, чтобы они предоставили список необходимых специалистов, которые им нужны. И, естественно, районную больницу, чтобы они тоже, в свою очередь, предоставили нам список людей. Эта программа предусматривает приобретение или строительство жилья для молодых специалистов и их семей. Мы обязательно подадим заявку и обязательно будем участвовать в этой программе. Это бесплатное приобретение, чтобы было понятно. Дом, например, строится. Мы предоставляем жилье по договору социального найма. И при стечении прохождения нескольких лет, обычно это пять лет, после пяти лет человек имеет право на приватизацию этого жилья в собственность. Я считаю, что участие в данных программах очень нужное дело, потому что другого выхода, привлечения специалистов в село нет. После выступления сход граждан принял форму открытого диалога жителей с властью. Люди интересовали вопросы благоустройства, содержания улиц и кладбищ, безопасности дорожного движения. Некоторые темы были адресованы духовенству аула. На все волнующие и интересующие вопросы населения были получены исчерпывающие ответы.